Мы всех приветствуем, мы изучаем книгу Рава Уришерки «Святости природы». И мы дошли до третьего из четырёх разделов книги, который посвящён культуре, искусству, образу жизни, высоким технологиям, театру, музыке, путешествиям, экологии и так далее. И первая наша тема на сегодня – это истина и красота. И начнём с раздела, который называется «Неприятие красоты». Итак, на протяжении многих поколений среди евреев развивалась тенденция к неприятию красоты. И мы видим корни этого неприятия в Талмуде. Например, в трактате «Недорим» есть рассказ о рабе Йошуа бен Ханане, который посещал римского императора, беседовал с ним о мудрости. И однажды дочь императора сказала рабе Йошуа, сказала «О, какая прекрасная мудрость в таком уродливом сосуде». Она имела в виду, что мудрость рабе Йошуа контрастирует с его внешностью. И это явно противоречило греко-римским представлениям о гармонии, согласно которым совершенство человека требует соответствия мудрости с телом. И рабе Йошуа спросил ее «Из чего сделаны кувшины, в которых твой отец хранит вино?» «Из глины», — ответила дочь императора. И рабе Йошуа сказал «Разве достойно, чтобы вино императора хранилось в таких скромных сосудах?» И посоветовал ей заменить их на золотые и серебряные. Дочь императора последовала его совету, и вино испортилось. Рабе Йошуа сказал ей «Так же и мудрости подобает обитать в невзрачном сосуде. Дауну задает вопрос «Но ведь были и красивые мудрецы?» И отвечает «Если бы они были некрасивы, они были бы еще мудрее». Чему учит нас эта история? Тому, что существует некий разрыв, некая дистанция между красотой и истиной, что противоречит греко-римским понятиям, согласно которым красивое равно истинное. Восхищение красотой обычно связано с положительными чувствами к природе. И мудрецы хотели предупредить нас об опасности поверхностного взгляда и привязанности к внешнему образу. Более того, об опасности зависимости от языческих чувств, которые в греко-римской цивилизации языческой, там была прямая зависимость от красоты природы и языческих каких-то переживаний. Еврейские мудрецы же считали, что поскольку красивый человек склонен жить в гармонии с миром, а некрасивая или уродливая помогает человеку отвернуться от этого мира и сосредоточиться на мудрости. Поэтому там подчеркивался разрыв, что мудрость может быть или даже должна быть в каких-то скромных или даже уродливых сосудах. Противопоставление между красотой и истиной резко выражено в трактате Авод, 3 глава, 7 Мишна. Раби Шимон говорит, тот, кто идёт по дороге, занимаясь учёбой, прерывает её и говорит, какое красивое дерево, какое красивое поле. Тора говорит о нём, что он подвергает свою жизнь опасности. Митхаев бен Афшор. Как будто подвергает свою жизнь опасности. То есть человек, прервавший учёбу, буквально он идёт и повторяет Мишну, прервавший учёбу ради созерцания и красоты дерева, он соединился с совершенно иным миром. Есть мир Торы, есть мир красоты, имея в виду материальной, природной, естественной красоты. И если он соединился с этим миром, то есть оторвался от духовного мира, от мира Торы, по мнению Раби Шимона это означает, что он как будто уже недостоин жизни. Поэтому Мишна говорит о нём, что он как будто подвергает опасности свою жизнь. Итак, это первый раздел, который называется «Неприятие красоты». Есть какие-то комментарии? Я думаю, что, забегая вперёд, я в шоке, сам всё объяснит. Но про этот отрывок есть потрясающий комментарий, что тот, кто идёт по дороге, занимается учёбой, прерывает её и говорит, такое красивое дерево, он подвергает жизнеопасности, потому что он прервал учёбу. Он должен был сказать, какое красивое дерево, не прерывая учёбы. То есть, если для него мир учёбы, мир Торы – это отдельно, а крысота дерева отдельно, то вот это как раз плохо. Поэтому главное, ну это современный, конечно, такой модернистский комментарий, что он подвергает опасности своей жизни не потому, что он восхищается красотой дерева, а потому, что для этого прерывает учёбу. А должен был бы осматривать красоту дерева как часть учёбы Торы. Тогда всё было бы отлично. Да, спасибо, Пинхас. Сейчас мы постепенно к этому придём. Ну это да, но это такой модернистский комментарий к этому отрывку известный. Я не знаю, Абшайте сам даёт такой комментарий или нет? Ну, в таких словах нет, но в других выражениях. Окей. Так, ну если нет вопросов, тогда движемся дальше. Итак, вторая глава, которая называется «Красота Раби Йоханена». Однако в трактате «Брахот» мы встречаем совершенно другое отношение к красоте. Там есть рассказ о том, как Раби Элиазар заболел, и Раби Йоханен пришёл навестить его. В доме было темно, и чтобы его осветить, Раби Йоханен обнажил свою руку, и она стала излучать свет. Раби Элиазар стал плакать, и Раби Йоханен, не зная причины его слёз, пытался его утешить. Он говорил, «Если ты плачешь из-за того, что мало изучал Тору, то мы знаем, что один учит много, другой меньше. Главное не количество, а главное – направлять своё сердце к небесам. Если же ты плачешь, потому что ты беден, знай, что не каждый удостаивается богатством. А если ты плачешь от того, что страдал, и у меня умерли десять сыновей», – говорил Раби Йоханен. Ответил ему Раби Элиазар, «Я плачу о твоей красоте, которая в будущем превратится в прах. Сказал Раби Йоханен, об этом действительно стоит плакать». И оба они заплакали. Спрашивает Маарша, это Раб Шмуэль Элиазар Эйдельс, 16 век Польша. Спрашивает Маарша, «Действительно, мы знаем из разных источников, что Раби Йоханен был очень красивым человеком. Но как можно сказать, что не стоит плакать о Торе, не стоит плакать о богатстве, о страдании, а только о красоте?» И он отвечает, «Красота Раби Йоханена была особой красотой. Это красота Иерусалима. Раби Йоханен сам говорил о себе, что я остался последним из красивых людей Иерусалима». Раби Йоханен был остатком той эпохи, когда жители Иерусалима отличались необычайной красотой, ведь их красота исходила от божественного присутствия в храме. А после смерти Раби Йоханена не останется больше памяти о той эпохе, и именно об этом они плакали. И это действительно стоит слез. Из этой истории видно, что есть огромные разницы между отношением к красоте во времена храма и в эпоху изгнания. Во времена, когда существует храм, мир исправлен. И поэтому святость обязательно находит свое выражение в материальном, в том числе и в красоте. Так мы видим и в Торе. Многие праведники, праведницы описываются такими словами, как «красивый видом», «красивый обликом». Это означает духовную красоту, которая отражается во внешне. Именно это имеет в виду Танах, когда говорит «красивый видом» о каком-то праведнике. «Однако, когда шхина не обитает в храме, тогда эстетическое переживание не может соединить человека с Творцом. И тогда красота исходит не из божественного присутствия, не из святости, а извне. Красота исходит из культурного пространства народа с мира, который является языческим или философским. И в такой ситуации начинает формироваться в еврейской традиции настороженное отношение к красоте и настороженное отношение к восхищению красотой. И в этом как бы разница. Одна ситуация, когда есть храм, другая ситуация – изгнание. И когда ситуация изгнания, тогда красота может быть опасной. И из этого следует вот это неприятие красоты в Талмуде и дальше в еврейской традиции. И мы будем сейчас это более подробно разбирать. Есть какие-то комментарии, вопросы? Все замечательно. Только единственный вопрос. Когда есть храм и когда есть изгнание? То есть мы противопоставляем, классическое противопоставление еврейской традиции – времена храма и времена изгнания. А когда евреи возвращаются в страну, а храма еще нет, то это как? Это уже эпоха храма или это еще эпоха изгнания? Ведь эта эпоха в свое время была 400 лет в начале, до первого храма. То есть, видимо, слово храм – это когда еврейский народ живет в стране Израиля. И тогда шхина в Израиле. То есть, не из-за храма Шхина в Израиле, а из-за народа. Я так понимаю, что это некий переходный период. Это начало возрождения, начало возвращения красоты. То есть, там нет прямой аналогии, что красота сразу же означает святости божественные. Но это как бы тенденция к этому. Ну да, но вопрос. В эпоху такая промежуточная, если там говоришь, до первого храма она длилась 400 лет. От завоевания Яшуа и до построения с Ламоном первого храма. Понимаешь, это не 10 лет, не 20, не 100, 400. Это много довольно. Поэтому, допустим, сейчас можно сказать эпоха переходная, просто потому, что еще народ, даже еще большинства народа нет в Иерусалиме. Но в принципе, я думаю, что главным здесь критерием является... Ведь почему красота правильная в стране Израиля или в Иерусалиме? Потому что там шхина. А почему там шхина? Шхина не из-за храма, шхина из-за народа. Там, где народ, там шхима. Окей, это было замечание, на которое не обязательно отвечать. Это просто замечание к тексту. Как понимать способную эпоху храма? Ну да, это мы будем тоже дальше разбирать. Например, когда сегодня говорят Байта и Шон, в смысле эпоха первого храма, то в него, конечно, включаются и судьи, и Саул, и Давид. Все это эпоха Ткуфат Пербайта и Шон. Я пытаюсь вспомнить, как там было с красотой, да, в этих книгах, которые описаны. А никак, там не было об этом вообще. Это не упоминается до Соломона. Поэтому здесь, может быть, что храм тоже как раз. Про Давида, может быть, что-то есть. Но до Давида, по-моему, вообще ничего нет. А, Саул был красивый. Да, про Шаулю тоже сказано, что был красивый. Да, да, да. А Шаулю точно не имеет отношения к строительству храма. Окей. Хорошо. Тогда действительно получается до. Хорошо. Итак, тогда двинемся дальше. Вначале разберем более подробно отношение к красоте в эпоху изгнания и потом в эпоху Геуы, в эпоху избавления. Итак, эпоха изгнания. В трактате Бава Батра появляется Аллаха по поводу красоты. Талмуд обсуждает качество окружающей среды. На каком расстоянии от городских стен следует сажать деревья, куда убирать мусор, где размещать кладбище относительно города и так далее. И все это называется Нойхаир, да, украшением города, о чем необходимо заботиться. И дальше идут комментарии, да, так было в Талмуде, да, когда они жили в Израиле. И дальше идут комментаторы, которые уже жили в изгнании. Раби Ниссим из Жероне, это 14 век Испания, известный как Ран, написал в своем комментарии к этому обсуждению. Поскольку Ула сказал, что смысл этого закона не в том, чтобы избежать ущерба, а в украшении города. Отсюда ясно, что речь идет именно о земле Израиля. Ведь мы не следим за красотой, за пределами земли. То есть, вот это понятие украшения города, он говорит, что оно не работает, да, когда мы не живем в Израиле. Это позиция Раби Ниссима из Жерона. То есть, в диаспоре он постановил, нет необходимости улучшать эстетическую сторону. Вероятно, как раз потому, что мы не хотим, чтобы евреи привязывались к этим местам, да, чтобы их тянуло на землю Израиля там, где настоящая красота, которая связывает, которая исходит из святости, которая связывает со святостью. Дальше, Раби Иосиф Карок, да, который уже жил в земле Израиля, в Цфате. Он расширил толкование Рана и постановил, что разница не только между землей Израиля и диаспорой, но и между периодом изгнания и периодом избавления. И он пишет в Шульхан-Арухе, «Мне кажется, что даже земле Израиля это не принято в наше время, когда она находится в руках неевреев за наши грехи, пока мы не удостоимся получить ее». То есть, он еще больше устражает, да, что не только за пределами земли Израиля, но и в пределах земли Израиля, когда у евреев нету власти своей над этой землей. И следующий мудрец, Хатам Софер, Раби Моша Софер из Братислава, идет еще дальше, выражается еще более резко. Он пишет, «Явно речь идет о времени, когда народ Израиля в земле Израиля». Это то, что обсуждалось там украшение города. Потому что за пределами земли Израиля останется вот эта тиновель в тиновель. Не знаю, как это перевести. Одна мерзость я перевел. В Марокко были семьи, которые по этой причине не сажали деревья возле своего жилья. Другие семьи не носили зеленую одежду, потому что она символизирует природу или сельское хозяйство. И таков был идеал еврейства в Гауси – не увлекаться красотой природы, пока они в изгнании. В трактате Роша Шана сказано, что в день Роша Шана в храме трубили в шофар и одновременно трубили в серебряные трубы. И там же сказано о мудрецах, которые хотели поступать дальше в своих синагогах. Но большинство мудрецов запретили это, утверждая, что только в храме звук шофара может смешиваться со звуками труб. Раф Кук объясняет, что труба – это продукт эстетического и технологического развития. А когда нет божественного присутствия, такие вещи могут привести человеческую душу к падению. Поэтому после разрушения храма в Роша Шанам не слышим только природный звук – звук шофара. Поскольку те области, которые развил человек, еще не связаны со служением Всевышнего. Вот здесь мне непонятно, да? Вроде мы отгораживаемся от природы во время театра. И от технологии. И от технологии. А шофар разрешен, а труба нет. Так почему? Шофар же – это природа? Да, да. Но шофар – это митцва. Я, честно говоря, мне кажется, то, что шофар и труба – это природа и технология, это безусловно. Это очевидный комментарий, это действительно, так сказать, ясно. Нет, я много лет пью ультера. Сейчас я выключу микрофон. Вот, да. Значит, что шофар и труба – это природа и технология, здесь я абсолютно согласен. Теперь в Роша Шанам есть митцва трубить шофар. И нет никакой митцвы трубить трубы. И они не хотели их объединить, а дальше уже комментарий сильно, как бы, так сказать, натянутый. Потому что, чтобы не увлекаться технологией, ну, а природой, что не увлекаться. Ну, а это митцва. В общем, это вся общая концепция совершенно понятна. А вот шофар и труба к этому, мне кажется, плохо подходит. Ну, понятно. Итак, идём дальше. Негативное отношение к красоте и к этому миру в целом нашло выражение в коротком и резком высказывании Раби Бахи Ибн Пакуды в книге «Обязанности сердец». «Чем больше заселяется земля, тем больше разрушается разум». То есть, чем больше человек занимается освоением внешнего мира, тем больше разрушается его внутренний мир. Здесь также объясняет Равкук, что резкое противопоставление тела и души характерно для эпохи удаления шхины и изгнания. Когда же шхина возвращается в Сион, происходит обратное. Обратное, то есть, чем больше заселяется земля, тем больше развивается разум. И цитата из Рава Кука. «Пришло время объявить миру, что святость, высшая идеальность, к которой должны стремиться все праведники, все чистые сердцем, питаются от будничности. Так же, как растительный мир питается от неживой природы, как животные и человек питаются от более низкого уровня бытия. И тогда в мире наступит время, когда дух святости и стремление к святости станут главными факторами созидания и развития мира. И тогда исчезнет из мира то, лежащее на нем древнее проклятие, которое выражено в философском моральном трактате «Праведник», имеется в виду Рабейну Бахья. «Чем больше заселяется земля, тем больше разрушается разум». Вот это древнее проклятие. И тогда, когда наступит время возвращения, тогда развитие разума и развитие мира пойдут в полной взаимной гармонии. И будет слава Господне в мире, и будет радоваться Господь о делах своих. То есть, в Галуте мы говорим, что чем больше человек осваивает внешний мир, тем больше разрушается внутренний мир. Но это как бы ситуация неправильна, а как бы в идеальной ситуации возвращения, геулы, должно быть как раз наоборот. Наоборот, чем сказал Рабейну Бахья, чем больше заселяется земля, тем больше развивается внутренний мир, развивается разум. И вот как раз Раф Цвигудакук говорил по поводу Мишны, а вот другой Мишны, про то, что этот мир подобен коридору, ведущему в мир грядущий. Он говорил, что коридор обычно примыкает к залу, и они части одного дома. И хотя в коридоре темнее, но можно добавить в него свет, открыв двери в зал. Так и в отношении этого мира. Он служит коридором в мир грядущий. Потому что оба они две стороны единой реальности. То есть вот это разделение, в какой-то мере искусственное, между грядущим миром и нашим миром, между землей Израиля и всей остальной территорией планеты, между святостью и природой. Это две стороны одной единой реальности. И исправляется это тем, что открываются двери изнутри наружу. То есть из зала в коридор. И тогда коридор наполняется светом. Это то, что происходит во время избавления. И это мы сейчас как раз будем более подробно разбирать. Есть какие-то комментарии? Ну, вообще это очень интересно, действительно. Такое прямое столкновение с Равакукой, с Равейну Бахи, это интересно. Правда, назвать это древним проклятием немножко, мне кажется, увеличение. Оно не такое древнее. Всего сколько там? 700 лет? 800? Древнее это было бы 2000-3000. Не, ну он сформулировал это 800 лет назад. Это просто сам принцип Галута. А, окей, хорошо. Окей, прекрасно. Замечательно, очень интересное столкновение. Так, ну и теперь, если нет вопросов, мы перейдем к эпохе избавления. Эпоха избавления. Из приведенных источников можно сделать оптимистический вывод. По мере того, как народ Израиля возвращается к природной жизни на своей стране, красота тоже должна вернуться и обрести подобающую ей ценность. Не только народ возвращается из изгнания, но и сама красота, которая была отвергнута, которую отталкивали, не принимали ее. Она должна тоже вернуться. Природа вернуться, красота вернуться. Это все как бы разные аспекты именно Геулы. Это Геула не просто Геула Израиля на самом деле. Это общая мировая, да, общеприродная вселенская Геула, да. В том числе мы сейчас говорим о том, как красота, да, возвращается из Галуда. В трактате «Сангедрин» Раби Йоханнон, тот самый, да, который остаток красоты Иерусалима, он объясняет, что оживающие мертвые тела в видении сухих костей Ехэскеля, 37 глава, это ушедшие в изгнание юноши Израиля, которые затмили солнце своей красотой. Новоходоносор жестоко их убивал, потому что жены халдеев при виде их красоты не могли удержать себя. Это пророчество Ехэскеля говорит о погребении и воскресении всего израильского народа. О воскресении, то есть о возвращении в землю Израиля из изгнания подобного кладбищу. И вот цитата из Ехэскеля, так говорит Господь Бог, «Вот я открываю гробницы ваши и вывожу вас из гробниц ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля». Там именно слово «адама», да, не «эрес», «адама» именно природный аспект. Раби Йоханнон хочет сказать, что красота Израиля была погребена во время ухода в изгнание, но в будущем она вернется во время, ну, тхия, да, возрождение, воскресение, именно вот это самое, о чем говорит Ехэскель, да, и то, что называется воскрешение, воскрешение мертвых, да. И не случайно эти слова сказаны Раби Йоханнону, последним остатком красоты Иерусалима. И этот процесс подробно описывает Рав Хук в книге Ород, да, и тут сложные цитаты из Рава Хука. «Когда сила Израиля велика, и его душа сияет внутри него, а его практическая жизнь упорядочена в святости, в единстве и благословении, в краме и в правительстве, в пророчестве и в мудрости, тогда распространение на будничность, наслаждение духовных и материальных чувств, проникновенному внутреннему взгляду на жизнь множества народов и наций, на их промышленность и культуру, мощное усиление природной жизни, все это хорошо и способно расширить свет добра, да, это ситуация избавления, когда сила Израиля велика, так ее определяет Рав Кур. И другая ситуация, когда померк свет, когда ушло божественное присутствие, когда ноги народа оторваны от дома его жизни, тогда необходимо сжатие, сокращение цым-цум, да, то есть закрыться в четырех локтях Аллахи, да, построить свой мирок Тора и Аллахи, местечко и так далее, да, чтобы оградиться от опасной вот этой внешней природы, природы, культурной жизни народов мира, да, чреватой, как потенциальной опасностью язычества. И тогда всякая светская сила может навредить, любая естественная красота и желание к ней могут затмить свет святости и непорочную чистоту скромности. И любая мысль, развившаяся вне стана Израиля, может разрушить устройство веры и жизни Израиля. Любое излишество ведет к бунту. И отсюда возникли уныние, аскетизм, мрачность и страх в изгнании. И еще одна цитата. То есть, если можно, итог. То есть, то, что в изгнании есть отдаление от будничности, от красоты, от науки, от искусства и всего такого, это необходимо для самосохранения. Поскольку Израиль слабый, это все может его разрушить. А в стране Израиля, когда Израиль сильный, то это не может его разрушить. Да, то есть, это некий такой ковчег для того, чтобы временно сохраниться, выжить, и потом уже войти в зал и оттуда открыть двери наружу, и чтобы уже светить наружу. И вот более такая сильная цитата. «Когда святой народ будет здоров и физически силен, тогда и святость в мире усилится и укрепится. Когда дети Израиля будут сильными, здоровыми и крепкими, тогда воздух мира будет святым и чистым. Всякая материальная полнота праведника возвышает весь мир в духовности». То есть, материальная полнота праведника, то есть, Израиля, она возвышает весь мир в духовности. И вот это важно понимать в соотношении материального и духовного, природы и святости, с одной стороны, в изгнании, с другой стороны, во время Геулы. На самом деле, очень простой пример, тут его расширки не приводят, из Торы. У нас есть ситуация, когда Йосеф находится в Египте, и тогда он убегает от жены Патифара, потому что там нужно спасаться. И сразу за этим нам Тора описывает ситуацию, когда Иуда входит к этой блуднице, которая не из народа Израиля. То есть, одно – это активное стремление изнутри наружу, а другое дело – это побег и стремление избежаться и спасти свою жизнь, спасти свою святость. Вот это как раз в Галуте. А то, что… Но при этом они в совершенно разных ситуациях. Жена Патифара замужняя женщина, поэтому очень от нее убегает. Это не просто убегание от женщины. Так что он женится, когда ему женится. А там тоже блудница, как бы там тоже не совсем морали. Это он думает, что она блудница. На самом деле же нет. Но, тем не менее, там это не нарушение таких заповедей прям замужней женщины. Поэтому это все-таки сравнивать немножко сложно. Ну, конечно. Ну, а логически – да, конечно. Да, символически можно. Окей, согласен. Символически – да. Так, идем дальше. И поэтому один из признаков того, что мы живем в эпоху Возрождения, да, или Воскресения, Тхия, это возвращение красоты и осознание ее ценности, которая растет с каждым днем. Это вот то, что Пинхас вначале говорил. Да, сейчас храма пока нет, но, как бы, народ возвратился на свою землю. И мы видим, что происходит не только возвращение народа, но и возвращение красоты. Да, это такой внешний, как бы, признак, да, в котором можно увидеть, что вот это именно то самое воскрешение, да, то самое возрождение, да, и Геула не только в плане, да, количества евреев, которые живут в земле Израиля, да, не только там в плане государственности, валюты, армии и так далее, но есть еще, начинается уже возвращение каких-то таких абстрактных понятий, да, таких, как красота, да, например. Поскольку осознание ее ценности растет с каждым днем, это говорит о том, что вот этот процесс возрождения происходит. В трактате Баба Батры есть рассказ о царе Ироде, который убил большую часть мудрецов Израиля. Потом он раскаялся и хотел скупить свой грех. Баба Бен Бута сказал ему, иди и займись строительством храма, если ты хочешь скупить свой грех. И в Талмуде есть два варианта продолжения его слов. Один вариант гласит, пойди и займись строительством храма, поскольку ты погасил свет мира, свет мира имеет в виду мудрецов, да, которых он убил, это свет мира, и поэтому теперь строй храм, а храм это свет мира. А второй вариант, иди и займись строительством храма, поскольку ты ослепил глаз мира. Глаз мира это мудрецы, опять же, да, поскольку ты убил мудрецов, а мудрецы глаз мира, то займись глазом мира, то есть храмом. То есть у нас два определения храма. Это свет мира и глаз мира. Свет традиционно символизирует мудрость. И аглас в Танахе также обозначает эстетическое переживание. Да, у нас есть фраза, например, при описании Мана, Эйнок и Эйнабдолах, которые обычно переводят, что вид его подобен хрусталю, да, буквально там написано глаз его, да, как глаз хрусталя. То есть глаз означает некий вид, то есть красоту, эстетическое переживание. И тогда, поскольку Талмуд, да, ставит некое, как бы, дождество, да, между светом, который символизирует мудрость, и глазом, который символизирует красоту, эта связь указывает на единство мудрости и красоты, которая появилась в эпоху второго храма, да, и оно проявилось в реконструкции храма, который сделал Идол, Ирод, и о которой мудрецы говорили, что в мире не было более красивого здания, да, то есть это проявилось как раз вот в эстетических представлениях вот этих там греко-римской цивилизации, да, которая проявилась вот как раз в эту эпоху второго уже храма. Когда в 1906 году в Иерусалиме была основана Академия художеств Бетсалель, это вызвало критику. Как можно заниматься искусством, когда болота еще не осушены, и так далее. Однако Рад Кук направил в Академию письмо поддержки, которым отметил, что занятие искусством, особенно на ранних этапах национального возрождения, свидетельствует о возвращении нации к жизни. И в этом письме он привел пример. Маленькая девочка долгое время была безнадежно больна. Однажды она открыла глаза и попросила куклу, чему вся семья очень обрадовалась. Казалось бы, кукла не самая важная вещь в жизни, и лучше бы она попросила воды. Но именно эта просьба о кукле это признак выздоровления, потому что если бы девочка попросила воды, это означало бы, что она все еще борется с болезнью, что ей нужна вода, чтобы поддержать свое тело. А просьба о чем-то излишнем, о кукле, о развлечениях, то, что доставляет удовольствие, именно это говорит о возвращении жизни в нормальное русло. Аналогично этому и стремление к творчеству, к эстетическим ценностям, которые проявились в 1906 году уже. Это свидетельствует о возвращении божественного присутствия в Сион. Есть какие-то комментарии? Нет, все, это как бы классика. Тогда идем дальше. Глубина красоты. В книге «Ворот о кодах» Раф Кук объясняет, что существуют разные восприятия божественного. И если так, то как человек может знать, что он достиг истины в такой сложной теме, имеется в виду продвижение к божественному? И Раф Кук предлагает критерий, по которому, несмотря на все связанные с ним риски, можно определить истину. Он пишет, если восприятие человеком божественного наполняет его душу и приносит ему удовольствие, радость и покой, это признак того, что он достиг истины. То есть, основная наша тема, как нам решить вот это уравнение. С одной стороны, красота и эстетика, а с другой стороны, истина. И мы видели, что в Галуте было противоречие, что выражено в словах мудреца, который был некрасивым, но при этом в его словах была прекрасная мудрость. Раф Кук пишет, что если восприятие человеком божественным наполняет его душу, приносит удовольствие, радость и покой, это признак именно истины. И также Платон по-своему пришел к похожему выводу и сказал, красиво, следовательно, истинно. Он более как бы прямолинейно говорил, поскольку он грек. Это говорит о том, что на высших уровнях красота является критерием истины. Получается, что на наших низших уровнях может быть, что в уродливом сосуде находится прекрасная мудрость. Но на высших уровнях получается, что такого разрыва уже нет. Красота является критерием истины. Когда Перикол, афинский государственный деятель, входил в построенное им святилище, он восхищался и восклицал колосс, колосс. Это греческое слово, не знаю, какое тут ударение, что означает красиво, красиво, красиво. И в это же время примерно в Иерусалиме жил Эзра Асофер, который входил в храм и восклицал Кадош, Кадош, Кадош. Там было колосс, а здесь Кадош. Что означает свято, свято, свято. И наша цель – соединить это, понятие красоты и понятие святости. И соединение это выражено в словах «красота Ефета» будет в шатрах Шема. Красота – это тонкая и значимая сфера, поэтому она присутствует в различных областях знания. В научных теориях, например, с момента зарождения науки до наших дней хорошо развит эстетический элемент. Существуют теории, основные части которых опираются на эстетические соображения. Например, объяснение закономерностей на уровне элементарных частиц не является причинно-следственным, а основано на симметрии. А симметрия – это красота. Язык симметрии и эстетики получил новое развитие в современной науке, в том числе в теории хаоса и в математике фракталов. Опять же, я проверить не могу, если есть какие-то среди нас люди, которые разбираются в науке, пусть меня поправят. И Раф Кук также объясняет, что причина склонности к полемике, то, что называется пиль-пульт, когда жонглируют аналогиями из святых текстов и строят из этого какую-то красивую структуру, которая, впрочем, не является ее целью в ведении какого-то закона, а просто вот такой спор, как бы жонглирование аналогиями, понятиями из святых текстов. И Раф Кук пишет, что вот эта тенденция к пиль-пулю, которая развилась в ешивах последнее поколение, она также коренится в поиске эстетического начала. Это что касается глубины красоты. Если нет вопросов... По-моему, все прекрасно, все очень позитивно. Да, у нас вообще позитивный раздел про искусство, про красоту. И тогда последняя на сегодня глава «Красота и склонность к козлу», то, что называется Ецар-хара. Некоторые ошибочно путают красоту с страстным влечением, Мишихата Ецар. Красота – это духовное измерение. В то время как Ецар или страсть, она относится к силам телесным. Однако в наше время красота стала инструментом маркетинга. Специалисты рекламы и маркетинга рассчитывают экономическую ценность красоты и используют ее как рычаг для стимулирования продаж. И в целом это является следствием господства воображения в нашей культуре. Воображение заняло место разума. Поэтому визуальный аспект стал главным. А факты и аргументы утратили свою значимость. Это как раз то, о чем мы говорили на прошлом занятии по философии и пророчеству. Вот это греческое понятие визуального, эстетического, гармоничного. И это как раз сейчас проявляется в нашей культуре. Понятие именно факта и аргументы чистого разума, они утрачивают значимость. Известно, что также в политической рекламе ключевым стало то, кто из кандидатов лавор-массах сможет сойти с экрана. Вначале создается некий образ, насколько я понимаю, какого-то политического лидера. И потом этот образ нужно создать так, чтобы он сошел с экрана, чтобы он был воспринят избирателями и дальше начал уже как-то влиять на общественную жизнь. И я так понимаю. И вот это влияние, оно как бы делается через именно образ, который создается там какими-то политтехнологами, какими-то стилистами. Они создают образ, который рисуется на экранах, а потом он уже должен с этих экранов влиять на реальную жизнь. Вот это как раз и есть, власть воображения, от слова образ. И это господство воображения приводит к повышению внешней ценности красоты, подобно тому, как это было в древних языческих культурах. Сейчас мы говорим о том, что у нас идет такая атака красоты, и в ней есть какие-то попочки. Но на самом деле мы сейчас придем к тому, что в целом это явление позитивное. Однако такое доминирование воображения, кроме негативного, несет в себе и глубокий позитивный аспект. И в конечном итоге, говорит Раф Кук, произойдет синтез мудрости и воображения, что станет основой для возрождения пророчества. Мы говорили, опять же, на прошлом уроке про философию и пророчество, что мудрецы решили преодолеть, уничтожить склонность к поклонению идолам, которая была в народе Израиля в те времена, когда божественное присутствие было на земле в народе Израиля, но была сильная склонность к идолопоклонству, и в итоге многие в это впадали. И тогда мудрецы решили уничтожить эту склонность к идолопоклонству, они ее зарезали, но побочным следствием этого стало то, что ушла в том числе и Шхина. И в итоге мы погрузились на 2000 лет в такую реальность чистого разума, которая началась в Древней Греции, потом было все развитие науки, которая является таким как бы этапом исправления. Этапом исправления, когда мы должны отключиться от воображения, от вот этих визуальных образов. И Раф Кук считает, что вот этот период исправления сейчас подходит к концу. Это мы видим на том, что у нас начинает возвращаться вот эта власть воображения, то, что называется, как был один из лозунгов студенческих волнений в 68-м году в Париже, вся власть воображения. И вот это то, что сейчас происходит, и Раф Кук видит в этом некий позитив. Итак, цитата из Рафа Кука, как всегда, длинная и сложная. «Вся наша современная культура построена на основе воображения. Это наследие судьбы языческих народов, охваченных силой воображения. Именно из этого исходит акцент на развитие телесной красоты в спорте, в изобразительном искусстве». То, что было в Древней Греции, то, что сейчас. Сила воображения всё больше развивается, и вместе с ней развиваются практические и экспериментальные науки. И по мере укрепления позиций силы воображения и связанного с этим мировоззрения, по мере этого отступает свет разума, потому что весь мир думает, что всё счастье зависит от развития силы воображения. И в этом направлении всё постепенно движется, так что остатки разума в духе светской мудрости также отделяются и включаются в силу воображения. Поэты, писатели, драматурги и все, кто занимается изящными искусствами, занимают место во главе культуры, а философия спотыкается и хромает, и теряет опору, потому что чистый разум всё больше исчезает. В стремлении к духовности и благородству, к божественной причастности, к высшему миру, к моральному очищению возвышенной непорочности, прозрении мудрости и их вечности, всё это становится дорогим идеалом, и в мире господствует дух материального. Но, конечно, всё это направляется издалека, и намерение Всевышнего состоит в том, чтобы исправить силу воображения, потому что она является здоровой основой для высшего духа, который раскроется на ней. Поэтому дух воображения сейчас укрепляется, пока не сформируется во всём своём описании, и тогда будет завершён и утверждён престол для высшего духа Бога и будет готов для принятия света, духа святости, который является духом Бога, духом мудрости и понимания, духом совета и силы, духом знания и трепета перед Господом. То есть получается, что та власть господства воображения в современной культуре, Раф Кук говорит, что это должно быть, конечно, исправлено, пока что это всё очень искажённо, но когда это будет исправлено, это будет неким престолом, для возвращения пророчества, потому что для пророчества как раз необходимо в том числе и силы воображения в исправленном виде. Из всего вышесказанного следует, что одна из главных задач людей Тора в нашем поколении это наполнять красоту святым содержанием. То есть красота у нас есть, имеется в виду общекультурная красота, греческая, в основе своей, красота Ефета, будем так говорить, красота народов мира. Она есть, и она в том числе активно возрождается в Израиле, вот это понятие эстетики. И задача людей Торы, одна из главных задач, говорит Раф Шерки, это наполнять вот эту красоту святым содержанием. туда наполнять в эту красоту святое содержание. Вот на сегодня у меня все. Какие будут комментарии? Спасибо, по-моему, очень содержательно и хорошо. Единственное, что я должен сказать, что это известная концепция Рава Кука о том, что усиление воображения это путь к пророчеству и уменьшение рационального. Но я как-то к этому отношусь немножко сомнительно. Мне кажется, это как-то слишком далеко идущие выводы из недостаточной основы. Как-то слишком далеко идущие. А все остальное, мне кажется, замечательно. Ну, поживем, увидим. Ну, да-да, это уж конечно. Хорошо, тогда большое спасибо. Я бы добавил, если можно. Конечно. Одно такое. Для меня очень важно соображение вообще во всей этой книге Шерки об эволюционном характере нашего отношения к сакральным текстам. И вот особенно вот эти вот соображения про красоту последние и так далее. Мы как бы привыкли к тому, что это правильно. Еще, допустим, лет 20 назад это было бы, звучало бы некой крамолой. Я имею в виду в массовом сознании религиозном. А вот эти рассуждения, они все означают для меня, что наше представление о религиозном, о божественном и так далее эволюционируют. И это законно. И это правильно. И то, что, грубо говоря, то, что говорили мудрецы 300 или там тысячу лет назад, не всегда надо понимать прямо и так далее. Ну, то, что Пинха в своих книгах там часто делает. Ну, просто это все такое косвенное замечание к тексту. Ну, спасибо. Мы для этого и учим Равшерке. Да. Спасибо. Замечательно. Спасибо большое. Все, тогда на сегодня закончили. Да, всем спасибо. Все, пока. Пока.